Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о попытке реанимации старого советского устройства проигрывания грамм пластинок ЭПУ-3. Это устройство устанавливал в советских радиолах люкс и дружба. ЭПУ имеет две скорости вращения 78 и 33. Конкретный экземпляр, о котором пойдет речь, был выпущен 11 мая 1957 года и имеет серийный номер 1525. ЭПУ рассчитано на подключение к сети 127 вольт, поэтому для демонстрации работы оно подключается через латер. С обратной стороны устройства видим узел двигателя и механизм автостопа. ЭПУ был очень грязным, мне пришлось частично разобрать его, чтобы хорошенько очистить. Получилось вполне ничего. Были смазаны трущиеся вращающиеся части и отрегулирована высота установки диска. Естественно пасек, передающий вращение на шкив 33, был утерян. Я изготовил новый из куска старого пасека. Теперь шкив вращается нормально. Ролик тоже был в ужасном состоянии. Диск крутился, но крайне нестабильно. К тому же скорость вращения была значительно ниже номинальной. Я попробовал реанимировать ролик в домашних условиях. Чуть-чуть сточил жесткий верхний слой и наклеил на резиновый клей отрезок старого пасека. Получилось вполне нормально. Отмечу, что достичь номинальной скорости мне не удалось, хотя я увеличил диаметр ролика. В положении 78 реальная скорость вращения диска составила около 76 оборотов в минуту, а в положении 33 около 32 оборотов. С другой стороны, для домашней реанимации вполне нормальный результат. Автостоп срабатывает правильно. Два слова про конструктив. Переключение скорости производится путем сдвига всего узла двигателя. На мой непросвещенный взгляд, это не самая лучшая идея. К тому же опора ролика изрядно разболтана, что не добавляет стабильность вращения. На скорости 78 оборотов устройство работает вполне сносно, с учетом качества граммпластина. А вот на скорости 33 имеется весьма заметная детонация. К этому добавляется сильный шум привода. Классику точно не послушаешь, а что-то простенькое вполне возможно. В принципе, для использования на вечеринках того времени вполне так нормально. А вот для прослушивания более поздних граммпластинок точно не годится. Демонстрацию работы устройства смотрите дальше. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok